ПОДКАСТ Друзья, снова всем привет! Это снова подкаст «Люби и катайся», меня по-прежнему зовут Арсений Ростов, а на другом конце провода у нас Юля Купер-Юль, привет! Здрасте, здрасте! Сегодня у нас классная тема, которую мне всегда хотелось с тобой пообсуждать и со всеми нашими слушателями. Есть ли вообще альтернатива личному автомобилю? Нет, спасибо, что слушали, это был классный эпизод, услышимся в следующих выпусках, пока! Ну нет, ну подожди, подожди, останься! Я хочу очень проговорить с тобой несколько пунктов, потому что, ты знаешь, я сейчас в предлагаемых обстоятельствах и в разлуке со своей любимой хурмой. И, конечно же, я теперь в этих обстоятельствах, оставшись на какой-то промежуток времени без автомобиля, не то чтобы сильно хочу купить себе ещё второй автомобиль здесь, вот, и сначала переживала сильно по этому поводу. А, как, я, ты же знаешь, как я люблю водить, я обожаю это дело, я прям, ну, это мой отдых, это моя страсть, это моя любовь. И тут я думаю, а как, а как, а как я буду-то? Это же невозможно, ничего подобного, всё возможно. Поняла, я спустя полгода. На самом деле есть, во твоих словах, доля истины, потому что у меня тоже были периоды и год, и два без автомобиля. Был период, когда я, ну, в общем, я очень долго времени был без тачки, снова потом встал с тачкой и понял, что нет, всё, никакого без автомобиля я не хочу, вот это ваши трамваи, метро, отстаньте от меня. Пока вчера стоимость парковки вот в торговом центре возле офиса, в котором я обычно ставил машину, не поднялась до таких значений, что я такой, так, ну, всё, собственно. У меня вариант, либо ставить тачку за пять кварталов на бесплатной где-то парковке, искать где-то какую-то возможность в центре Краснодара припарковать машину, что, в принципе, невозможно. Либо платить деньги за парковку на улице платную, понимаешь, да, что тоже, на самом деле, не так-то и, понимаешь ли, дёшево. И я такой, значит, думаю, ну, всё, придётся, значит, мне либо ездить раньше и потом пешочком топать, либо вспомнить про то, как я делал раньше. А раньше я делал как? Все мы помним наши прекрасные времена, когда мы сидели дома и никуда не ходили, потому что сидели на карантине, да, четыре года назад, страшно вспомнить. Я посидел на карантине ровно неделю, честно признаюсь, потому что я работал всё-таки на радио, а на радио надо ездить как-то, потому что дома ты особенно не пародируешь в прямом эфире. Ну, я была в такой же ситуации, да, и нам просто сделали красный пропуск, и можно было ездить везде, но, блин, его не всем делали, этот красный пропуск. Да, мне сделали жёлтый, потому что красный делали только тем, у кого был автомобиль, а у меня тогда личного автомобиля не было. Поэтому я целый год, ну, я начал на карантине и такой, а, подожди, Марсений, а чё ты так не делал раньше? Велосипед. Велосипед, велосипед его величества. Слушай, как бы велосипед вообще классная штука, я тебе скажу. Ты и здоровее себя чувствуешь, и едешь ты без пробок ровно столько же, сколько ты будешь ехать на машине или на общике, или на такси без пробок. А если на улице пробки, то ты едешь быстрее парковаться? Не надо. Думать о том, куда это всё ставить, место искать? Не надо. Ты вышел, сел, доехал, пришёл, всё хорошо. Если на улице жарко, ну, конечно, в летний период в плюс 40 было на велосипеде ездить не очень, особенно с большим рюкзаком. Но мне повезло, у меня на работе был душ. Поэтому ты с собой сменочку взял, приехал, язык с плеча снял, в душик пришёл, и всё, и снова чувствуешь себя человеком. Поэтому всё-таки средства, ну, есть альтернативы личному транспорту, есть, конечно же. Очень много, да, и мы сегодня разберём, и я здесь плюсую тоже за велосипед, потому что, как и свою машинку, я обожаю велосипед, он у меня есть. Я всех своих детей выкатала на велосипеде, абсолютно этого не боялась, специально с детской люлькой. Понятно, что просто перед тем, как сесть на велик, пожалуйста, изучите правила дорожного движения, они не просто так написаны и придуманы. Вот, подумайте, конечно, о защите своей, если вы с детьми детей, естественно, всем вот это, я это называю, каски на голову, на колейники, на локотники, и погнали. Это кайф, это кайф. Ну, с другой стороны, есть вопросики, да, к логистике, и есть вопросики к тому, что во многих городах и весях нашей страны не совсем всё удобно придумано для именно велосипедов и велосипедистов. Мне, поверь, сейчас мне уже есть с чем сравнить, потому что, находясь в командировке здесь, в Белграде, я понимаю, что это рай для велосипедистов, просто рай. Здесь все сделали всё возможное, чтобы велосипеду было удобно и велосипедисту. Отдельные велосипедные дорожки. Тебе не надо, ты вроде бы и не на тротуаре со всеми, да, как у нас в Краснодаре, ты же, если боишься по дороге, ты, естественно, вынужден залезть на тротуар, и тебе там вроде бы как бы и нельзя по правилам дорожного движения находиться. А здесь это, конечно, история, и не дай боже пешеходу ступнуть ногой на эту велосипедную дорожку. Штрафы, дорогие мои, штрафы, это всё отслеживается, поэтому все очень воспитаны, всё очень круто придумано и сделано. И эти велосипедные дорожки, они повсюду, как и в историческом красивейшем центре города, так и на краю земли, понимаешь, да? Они повсюду, они везде. Везде стоят парковки для великов, везде всё придумано так, чтобы велосипедистам было удобно. Это кайф. Вот, ну, я теперь понимаю, что сейчас уже тёплышко, и можно спокойно гонять на велике. По поводу велика, у меня первое в жизни удивление было, когда я в 2008 году впервые попал, по-моему, это было в Копенгагене, либо в Стокгольме, я точно уже не помню, но там и там, и там одинаковая ситуация, что примерно полмиллиона человек, как нам гид говорил, и на эти полмиллиона человек жителей города зарегистрировано 550 тысяч велосипедов. Мы стояли на центральной площади, примерно квадрат 100 на 100 метров, и это всё была велопарковка. Я такой, ага, а чё вот так много великов? Слушай, я впервые в жизни там увидел двойной велосипед, где мама, папа и два ребёнка на велике, четвером на велике ехали. Я такой, а, ну, ребят, а почему? А потом я такой смотрю, там велодорожка раз, велодорожка два, специальный светофор для велосипедиста отдельно выделенный. Все так, знаешь, чинно-мирно друг к другу блондинки идут, вот это, слушай, столько блондинок, о-о-о, ты шо? Я когда первый раз приехал вообще в Швецию, такой, все блондинки, я такой, о-о-о, я останусь здесь на подольше, пожалуйста. Ладно, это всё, конечно, классно, велосипед тоже очень здорово, опять же. Есть там, конечно, моменты, что можно колесо пробить, но там всё быстро, ремокомплектами решается. Ну, послушайте, да, если даже я научилась, ну, любой другой точно научится, нет проблемы. Но, раз уж тогда мы говорили про велосипеды, то даже до кучи можно закинуть все средства индивидуальной мобильности, видимо, на колёс, самокатов, сигвеев и так далее и тому подобное, и вот к этому у меня вопросики всё-таки появляются большие, потому что... Согласна. Ну, друзья, товарищи, велосипед это немножко другая история, он большой, всё-таки побольше, да, он поустойчивее, и если ты едешь на велосипеде, шанс того, что ты с него свалишься, зацепив камушек, сильно меньше, чем если ты едешь на самокате и зацепив камушек, можешь на него свалиться. А если ты едешь... Слушай, вот эти все истории, когда по двое, по трое, по трассе, на скорости 60-70, не надо так делать, друзья мои хорошие. Не надо летать на скорости 40 по тротуарам, потому что вот я выезжаю с прилегающей территории, я вижу, что тротуар, я останов... Слушай, в меня чуть не въехали один раз, я вот остановился, я вот стою, просто, я даже, да, не вижу, что там самокатчик, не самокатчик, я просто останавливаюсь, чтобы, ну, на всякий случай. И что ты думаешь, я останавливаюсь перед пересечением тротуара, несётся человек на самокате, видишь, что я остановился и такой, и по тормозам и падает сам. А я стою на дороге, просто жду, пока он проедет, а он испугался и упал, я такой, ну и что делать с тобой? Вышел, поднял, человек, цел, жив, здоров, всё. Что такое? Говорит, я тебя увидел, испугался, думал, ты не остановишься, я говорю, так я стоял. Он такой, ну да. Я такой, ну и что будем делать? Он говорит, ну ничего, я поехал дальше, ну давай, всё. Ну, то есть, самим фактом просто того, что машина подъезжает, уже, ну, то есть, понимаешь, да, какие истории, а сколько вылетало их постоянно, да? Ну, то есть, надо соблюдать правила дорожного движения, если вы едете на следствие индивидуальной мобильности, друзья, пожалуйста, обращайте на это внимание. Очень прошу. Я тоже об этом очень прошу, вообще, к микромобильности у меня, как у Арсения, тоже много вопросиков, и я, знаешь, здесь заметила много моноколёс. Я думала, что мода на них уже прошла, оказывается, нет, не прошла, и тут тоже нужно быть предельно аккуратными, и, ты знаешь, если не тебя, так ты... И у меня просто это больная тема очень, потому что старшая дочь живёт в Москве, она очень любит электросамокат, и мы два раза уже влетели так, я говорю, больная, ты, ё-моё, ну, ты ничему не мучишься или что? А там просто, ну, вот, знаешь, как ты правильно говоришь, не камушек, а просто плитка там чуть-чуть отошла, и она вот вскакивает на эту плитку, естественно, самокат в одну сторону, дочь в другую сторону, всё это больно, всё это с травмами, всё это и зашивалось там, и, ну, про то, сколько было денег на лечение потрачено, я вообще молчу. Вот, и после второго вот такого падения я сказала через мой труп просто, если я, если я узнаю, не дай больше, что ты опять на электросамокате, всё, просто вот тебе конец. Да, ты знаешь, вот всё-таки альтернатива тачке это, скорее всего, ну, городская эксплуатация, потому что если ты живёшь где-нибудь в отдалённой местности, да, где-нибудь в станичке, да, или что-то ещё, у тебя до ближайших цивилизаций там какое-то количество километров, ну, какой самокат, какой велосипед, ну, слушай, ну, машина и машина, тут вариантов нет, конечно, поэтому всё-таки мы сегодня, наверное, больше про город будем говорить. И ты знаешь, вот, я лично считаю, что альтернатива машине, да, это ещё один способ оптимизировать, да, какой-то расход на транспорт, потому что, ну, и как минимум оптимизировать время, да, бывает такое, что машина одна, вас в семье там несколько, там, ты сегодня, допустим, поехал по тёплой погоде на работу на велосипеде условном, да, или там на мопеде, если вдруг есть, а жена детей забрала и поехала там в школу развозить, а если, допустим, погода нелётная, да, то ты сначала всех забрал развёз куда нужно, потом отвёз обратно домой, поехал на работу, или ты приехал на работу, жена забрала тачку и поехала дальше по своим делам, ты там сидишь, чилишь у себя в офисе. Куча есть разных вариантов, но вот есть ещё один вариант, ещё один вариант знаешь какой? Какой? Это выбрать большой семейный автомобиль. Вот это да, это крутая тема, крутая тема, согласна, когда у вас двое, трое, четверо детей, это идеальный, мне кажется, вариант, потому что, ну, согласись, мне кажется, даже если сейчас всю эту посчитать бухгалтерию, то большая тачка семейная, она будет обходиться семейному уже бюджету дешевле, чем, допустим, содержать 2-3 тачки в семье. И, допустим, в семиместном кроссовере можно безопасно, допустим, и скомфортно поехать там на природу или за покупками, а большой багажник легко вместит в себя не только запаску, да, но и инструменты, детское кресло, коляску, велосипед, инвентарь для дачи и ремонта и, возможно, даже тёщу, если она провинилась, собственно. И старые санки, и обои. Да. Не забывайте, которые всё время лежат на вашем балконе тоже. Ну и здесь стоит заметить, что китайские производители не отстают от западных конкурентов и поставляют на отечественный рынок массу привлекательных и доступных кроссоверов. Новейшие марки китайских авто, включая семейные машины, представлены в салонах ключ авто. Кроме продажи авто, компания также предоставляет услуги официального сервиса автомобилей и имеет широкий перечень дополнительных возможностей для клиентов. Кредитование, страхование, трейд-ин, лизинг, гарантийное и постгарантийное обслуживание, помощь на дорогах, удаленное урегулирование убытков, программы для корпоративных клиентов и другое. Заходите на сайт ключ авто, чтобы узнать побольше о компании, а также скачивайте приложение ключ авто по ссылке в описании этого выпуска. Там вы сможете выбрать автомобиль или записаться на обслуживание. Но если возвращаться, Юль, к альтернативе, да, автомобилю всё-таки, как личный транспорт, общественный, но общественный транспорт. Да, да, я же всё ждала, когда же, когда же мы о нём вспомним-то, вот, время пришло, видимо, эта минутка наступила, потому что не поверишь, но общественный транспорт, опять тут Юля припёрлась твоя со своими цифрами, но он прям лидирует. Много тысяч людей опрашивали. А что, если не автомобиль, то как? И вот почти половина опрошенных во многих, во многих аналитических данных говорят, что, кому он, дорогие друзья, где-то 46%, где-то 47%, где-то 49% и 52% говорят, что, ну, конечно же, это общественный транспорт. Тем более, что в крупных городах, особенно нашей страны, это прям уже вышло на очень высокий уровень вся история. И ты спокойно можешь уехать в любую точку города, да, или на автобусе, или на маршрутке, или на метро, и абсолютно не парясь вообще, где тебе потом парковаться, где тебе заправиться и сколько денег на это всё нужно. С единственной оговоркой. Вот, допустим, в Краснодаре я не могу позволить себе понять логику общественного транспорта, потому что, если ты едешь не на трамвае, ты стоишь так же в пробке. Поэтому в пробке я постою на своей тачке. А если ты хочешь на трамвае без пробок, то попробуй в этот трамвай, мой хороший, в час пик залезь. Это да. Да, у нас было даже вот сейчас мы хихикаем две семейных истории, потому что когда моя столичная барышня приехала в гости в Краснодар, и через 20 минут, когда она ушла из дома, поехав там куда-то то ли по делам, то ли к друзьям, она мне звонит и говорит, я не поняла, я почему 20 минут стою, жду трамвай. Ну, то есть она уже от этого отвыкла, потому что в Москве и в Питере ты столько не ждёшь. Я её так понимаю, потому что здесь, в Белграде, это тоже невозможная история. Ты никогда никого, ничего не ждёшь. Здесь очень распространены автобусы и трамваи. Это вот две основных таких серьёзных общественно-транспортных величины. Их что автобус, что трамвай, ты никогда не ждёшь. Ну, максимум там две минуты. Всё очень чётко, они ходят один за одним, они никогда не переполнены, я не видела ни разу давки в трамвае здесь. И я прям аплодировала стоя, правда. И вот когда эта система выстроена очень круто, и надеюсь, что в Краснодаре это всё тоже уже очень скоро придёт, то аплодисменты стоя, общественный транспорт, да, очень хорошее решение, как жирная такая альтернатива собственному автомобилю личному. Да, ну потому что в Краснодаре на трамвае ты не до везде, грубо говоря, можешь доехать. Ну, нас уже там слишком просто много. Город перенаселён, и надо... Ну, какое количество трамваев нам нужно, да, чтобы вот мы спокойно там все сидели. Все. И не толпились, да. А вот, допустим, в Москве, я вообще не понимаю, зачем нужна в будни личная тачка. Ну, я сколько раз там пытался как-то ездить. Не нужна. Метро. Всё, ты сейчас можешь даже до Внукова на метро доехать. Ну, серьёзно, даже не надо никуда ехать. Ну, ни на какие эти... Сел на метро, да поехал. Так, чисто, чтобы какая-то машина была в супермаркет в воскресенье за продуктами сгонять. А то сейчас доставки, куча вот этой, ты такой сидишь уже и думаешь, надо оно мне или не надо. Но, вот, допустим, если брать всё-таки какие-то истории, связанные с тем, что не хочу на общественном транспорте, хочу как-то сам мотосикл. Я такой была девушкой. А, нет, не такой была девушкой. Я думала, мы сейчас будем с тобой разговаривать ещё об одном явлении, но тогда чуть позже. Мотосикл. Так, что там? Ну, страшновато, конечно. Ну, как вариант. Многие мальчишки хотят и любят. И девчонки тоже. Вот у меня коллега был, который со мной на радио работал, и, соответственно, ну, давно-давно ещё. И мы... Он на мотоцикле всегда был. Он прям на байке, он прям на литрушке, 140 лошадей, прям такая старая, Ямаха. Ещё на карбюраторе, по-моему, даже. Ну, какой-то такой у него вообще древний байк. И, ну, очень классный, с другой стороны. И как-то была история, когда у меня тачка была в сервисе, а мне нужно было в центр в пятницу добраться за 20 минут после эфира и прям к кровь из носа, потому что я опаздывал на концерт. И мне коллега говорит, ну, садись. Я такой, плюс три. Он говорит, и что? Садись. И я такой, ну, давай. И мы как? Поехали. Тебе это понравилось? Я потом как слез с этого байка. Мне не понравилось. Я больше так не хочу делать. Да, потому что ты, когда сидишь сзади, пытаясь схватиться за всё, что только можно в плюс три, и у тебя ветер в шлем и вот это всё. И ты такой... Ну, как бы, и плюс ещё ты сидишь сзади, у тебя центр масс по-другому абсолютно всё, да. И ты, как бы, когда байк наклоняется вместе с водителем, ты тоже как-то должен куда-то наклоняться. Ты не понимаешь, как, что, куда, а ускорение там, извини меня, ну, особенно на Литрухе-то, ничего себе. Да, мы не нарушали скоростной режим, но мы просто ускорялись с места. Тут же. И улетели. Сколько там? Две с половиной секунды он там ехал. Две. Ну, как бы, на байке это абсолютно другие ощущения. Я такой, так, не, я что-то как-то слишком, видимо, нежное создание для такого. Но, как бы, с другой стороны, у меня есть огромное количество людей, которые... У нас-то сезон, у нас-то мото-сезон сильно дольше, чем в многих других регионах. Конечно, конечно. Да. И мотоцикл иногда бывает чуть ли не ультимативным решением просто доехать куда-то из пункта А в пункт Б, ну, хоть как-то. Ну, или мопед, например. Ну, я вот тоже оглядываюсь по сторонам в своих предлагаемых условиях. Я смотрю, что очень много мотоциклов. Очень много. Один другого краши просто. Ну, я уже не буду обсуждать мотоциклистов на них. Тоже очень симпатичные ребята. И я прям хожу и радуюсь. Ну, разнообразие транспорта представленного очень велико. Ты говорила про еще один вариант, но я вот со своими мотоциклами тебя с пункталой кузбил. Ну, это же, конечно же, такси. А, ну, да. Если вы богачка, как Юля, то тоже, пожалуйста. Ну, я уже давно отказалась от этого явления, как явление. Ну, иногда пользуюсь, ну, редко очень. Ну, за имением своей тачки, ну, камон, ну, какие могут быть вопросы. Но, тем не менее, знаешь, как я купила свою первую тачку? Сейчас быстро рассказываю. Это удивительная история, потому что я же древняя женщина. Я жила еще в те времена, когда вот не было всех агрегаторов такси, когда ты в мобильном телефоне не мог себе всего этого вот быстро выбрать, вызвать и так далее. И тогда была такая мода, что если ты, вызывая такси, нашел классного чувака на хорошей тачке, ты берешь у него личный номер, вот, и такой, алло-малло, Санек, подъедешь? Он такой, Юляшек, не вопрос, конечно, я уже практически у тебя. И вот так вот я определенное количество времени ездила с прекрасным водителем. И все ему ныло, что вот, а, как классно, своя машина. Ты знаешь, я всегда хотела машину. Я ее хотела даже больше, чем там свой дом или квартиру. Вот первонаперво я всегда думала еще с детства, что вот вырасту, стану большой, куплю себе тачку. Так оно и произошло. И вот однажды поворачивается мой прекрасный водитель ко мне и говорит, Юль, может, хватит уже ныть? Поехали машину, купим. Я говорю, ты в себе? Ну, я сейчас не могу. Он говорит, я тебе сейчас просто, говорит, я готовился вот к очередному твоему нытью. Я все посчитал. И, говорит, за время поездок со мной ты прокатала полторы тачки. Тут-то я на попу и села. И мы поехали выбирать машину. Представляешь? То есть он меня прям сподвиг, да. Казалось бы, ему-то что? Деньги капают, и хорошо. Есть постоянники, он ездит, все у него прекрасно. Но вот здесь он уже не выдержал. И говорит, Юля, все, завязываем, короче, хватит. Ты, конечно, классная, и я замечательная. Но пора, пора, дорогая. Пришло время. И вот это было мощным, очень серьезным вот эти цифры, которые он мне показал, серьезным решением к тому, чтобы в ближайшее же время, как оно и получилось, я купила свою первую тачку. Вот у меня с последней тачкой была такая же история. Я тоже посмотрел на свои предлагаемые обстоятельства и понял, что мне нужно минимум три раза в день, минимум три раза в день ехать в три разные точки. Ну, то есть всего три разные точки, да. Соответственно, это девять, шесть, это шесть поездок. Да. И если я буду ездить эти поездки на общественном транспорте, то никуда я не успею к чертям. Ну, не вариант, все. Плюс нужно с оборудованием что-то еще, опять же. И я посчитал, сколько выйдут мои расходы на такси в месяц. Увидел там сумму в 35 плюс тысяч рублей и такой ту-ту-ту. Как бы все, время настало. Естественно, никакого нормального бабла на нормальную машину нет. Я такой думаю, 22-й год, что же делать? Ну, пойду возьму тачку в кредит, что ли. Потреб взял, тачку купил, все, езжу, езжу. Довольно счастливый. И получается у меня сейчас, с учетом наших цен на такси, вот это вот все, даже если я буду треть своих поездок ездить на такси, вот просто своих нужных поездок, если бы я ездил треть, это выходило бы в полтора раза дороже, чем то, сколько мне обходится машина на круг со всеми платежами, обслуживанием, бензином, бла-бла-бла, ремонтами внеплановыми и так далее. И я такой, ничего себе экономика получилась какая. Но это не везде работает. Работает иногда и в обратную сторону, потому что... Согласна, да. В той же самой Москве, например, та стоимость такси, которая у тебя есть, нивелируется стоимостью парковки в центре, например. Да ты приезжаешь на работу, поставил тачку, полтора косаря за день отдал за парковку. Ну, и что, и зачем. Или такси у тебя полтора косаря туда-сюда. Да, здесь уже сидишь, думаешь, считаешь. В общем, что? Мы не могли, да, не обозначить такси как альтернативу личному автомобилю, а там уже думайте сами, решайте сами, считайте в первую очередь, все просчитывайте. Давай поедем еще дальше. Мы с тобой как-то поднимали уже эту тему, но тоже как пункт стоит обозначить. Хорошая альтернатива собственному автомобилю – это аренда автомобиля. Да. Согласен? В тех случаях, когда нужно именно на тачке поехать. Да, да, да. Вот сейчас для меня идеально. Я по городу на общественном транспорте. Если я хочу посмотреть дальше куда-то, другие города, там населенные пункты, какие-то достопримечательности, мы арендуем тачку и спокойно едем. Но при этом у меня вообще не болит голова, да, опять же, где я тут буду тачку парковать, потому что с парковками тоже сложно и дорого очень. И вот это вот все страховки, да, 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 вот все вот это то, что ты любишь считать, а я не умею. Вот если все это суммировать, то как бы идеально вот на какие-то такие дальние поездочки быстренько все арендовали и поехали себе спокойно. Тут я с тобой тоже соглашусь, а еще я соглашусь с тем, что иногда стоит как-то попробовать поменять свои потребительские привычки, да. Ну, я четырехколесный человек, до мозга костей был всегда и везде. И когда я попал в азиатскую страну, довольно давно уже, я такой, нужно снять тачку в аренду, чтобы ездить там по всем селам и весям, чтобы весь этот остров объезжать самому и так далее. И потом такой сижу и думаю, так, а стоит это там капец сколько денег? Ну, прям немало. Думаю, зачем? И все такие, возьми байк с ними. Ну, типа, мопед. Я такой, у меня нет прав. И что? А тут у всех нет прав. Я говорю, никогда не ездил на мопеде. Говорит, на велосипеде умеешь? Да, говорит, на мопеде научишься быстро. Я такой, серьезно? Говорит, ну, категория B у тебя есть же, да? Ну, да. Говорит, ну, вот сними и возьми в аренду. Ну, вот за 10 тысяч рублей, собственно, на месяц. Или даже за 8. Я взял в аренду себе байк и ездил в предлагаемых, как ты говоришь, обстоятельствах целый месяц абсолютно по всему острову. Слушай, я видел даже ураган. Я попал один раз в шторм, где пальмы летали, да? Ну, то есть я такой еду на байке, мимо меня пальма летит. Прекрасно. Отлично. Мне еще что-то местные кричат, типа, заедь под навес. Я такой, что? Зачем? Я сейчас еду. Они такие, заедь. Вот, тебя же пальма убьет. Ну, короче. Вот. Веселая история. Вот иногда, мне кажется, просто лучше чуть-чуть посмотреть по сторонам, да? Потому что, опять же, купить мопед, например, тот же самый, да? И ездить на нем в будние дни в хорошую погоду, да, может быть реально на круг выгоднее, чем, опять же, платить за какие-то... Ну, понятно, у всех все индивидуально, да? В разных городах, в разных рабочих моментах. Это у нас, ты тут везде в центре не припаркуешься бесплатно нигде. А есть города, где... Слушай, вот серьезно. Вот я уже... У меня уже деформация водительская. Мы вот недавно ездили в Крымск работать с друзьями. Мы приезжаем возле бара в центр города. Там парковка, написано P, и я такой, так, а как оплатить парковку? А потом, смотри, внимательно, она бесплатная. Я такой, чего? Да, во многих городах они еще остались бесплатными, нормальными, доступными, поэтому действительно внимательно смотрите по сторонам. Да. Есть, кстати, еще одно средство, отличная альтернатива личной тачке. Давай. Она задавается по-разному. Пешкобус, ВАЗ-21, две ноги. Ну, в общем, пешочком походить. Слушайте. Моя любимая тоже. Слушайте, весна уже, вот это вот, уже вот она уже, вот прям вот тут уже, уже все, уже даже почти везде она скоро будет уже прям совсем весной-весной. Если вы живете недалеко от работы, вам ехать недалеко, ну, часть расстояния пройдите пешочком, выйдите пораньше, посмотрите там на распускающуюся листву, пенептичка послушайте. Не обязательно, допустим, 30 минут стоять в пробке, если 40 минут можно пешочком пройти. Это же полезно для организма, полезно для здоровья. Я вот так в университеты ходил в свое время, помнится, по часу в день туда-обратно. Ну, туда час, обратно час. Вообще прям все классно, все замечательно. Ты идешь такой, оп, алычка зеленая, взял покушал, классно, здорово, да. Тогда еще можно было, организм такой, спокойно это все дело обрабатывал, так сказать. Идешь там еще как-то, людям улыбаешься с утра, все такие стоят, знаешь, что там пробка просто огроменная там все, просто там столбы дыма, там пара. А ты такой идешь такой счастливый, довольный, все тебе ненавидят. Классный сегодня будет день, пока не подсказнешься. Я здесь согласна, потому что тоже очень люблю ходить. У меня даже был страдальческий период в моей жизни, когда я купила тачку и перестала много ходить. А я до этого очень много ходила, но я тебе даже передать не могу. Ну, вот эти вот все твои часовые в универ обратно, это вот легко и просто вообще. Я точно так же на работу, с работы ходила. А вот теперь я без тачки и тоже выхаживаю по ногу каждый день и прям радуюсь. Это кайф, это кайф, безусловно. Но мы пропустили еще одну штуку. Оказывается, то, что я всегда делала со своими подружками и продолжаю это сделать здесь, когда мы берем тачку в аренду, я просто не знала, что это так называется. Карпулинг. Чего? Знакома? Карпулинг. Это такая история, когда есть возможность разделить поездку с людьми, у которых есть транспорт. Это типа бла-бла-кара, только такая упрощенная версия. То есть вот, допустим, условно, да, там живу я, в соседнем доме там живет моя Оксана, подружка, это действительно так. Потом там через дорогу живет там Маша знакомая, и мы все в центре работаем. И есть тачка у кого-то из нас там, еще четвертая девочка какая-нибудь, да, мы все вместе садимся в одну тачку, скидываемся, вот на неделю мы посчитали, вот нам туда-сюда кататься, у всех одно время работы, примерно одно место работы. Вот мы скидываемся на бенз все и спокойненько себе ездим. То есть я всех забрала, отвезла, и вот точно так же мы сейчас скидываемся на дорогу, на аренду, бензин, там что там нам нужно в дороге, и вот ездим смотреть всякие достопримечательности. Очень удобно, я вам хочу сказать. Это вот недавно у агрегаторов появился такой же тариф вместе. Ты можешь поехать там за три сотни рублей условно, а можешь за 180, но с кем-то. Да, 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 да. Называется это все карпулинг, запоминайте. Вот такая вот тоже еще есть альтернатива личному автомобилю. Ну, все-таки, знаешь, альтернатив, конечно, много. Попробовать, конечно, хочется тоже много. Можно вертолетик себе купить, например, да. Кстати. Потому что, ну вот, я не шучу серьезно, есть страны, где мало авиации, очень хорошо развита. У меня дружбан давно уже в Калифорнии живет. И первое, что он сказал, а он, ну, вообще не водитель. Ну, в смысле, не вот такой вот, знаешь, замороченный, как мы с тобой. Вот он не любит ездить на тачке, ему лень. И вот он приехал, он говорит, там общественный транспорт, там вообще, типа, жесть. Он говорит, просто куда-то что-то доехать невозможно. Пришлось тут же брать себе какую-то машину, куда-то что-то и так далее. Говорит, и очень многие ребята, кто такие состоятельные, знаешь, айтишники, там, получают лицензию пилота, там, захотел на Сесни, там, захотел на вертушечке куда-нибудь. Говорит, нормальная история. Кто-то тоже знакомый из Астралии приезжал. Говорит, ну, типа, у чувака вертолет, он в Макдональдсе на вертухе катает. Ну, просто сранчо со своего взял, прилетел, взял, покушать, улетел. Так что куча есть разных вариантов альтернатив. Как бы все по, собственно, котелкам. Главное что, друзья, не забывать, что все-таки мы любим ездить. Даже если мы не любим, все-таки мы любим кататься. А любишь кататься? Люби и катайся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин